Здравствуйте, дорогие девушки! Меня зовут Жанна Санжак, и на своем канале я рассказываю про макияж. Чтобы нам с вами не потеряться, переходите, пожалуйста, в мой телеграм-канал, или кому-то, может быть, удобно, это ВКонтакте на соцсеть, под этим видео в описании, как раз в ссылке, обязательно переходите, там я буду рассказывать о много разных лайфхаках. И сегодня, естественно, тоже я расскажу про то, как сделать незаметный тональный крем. Возможно, он у вас уже есть, вы им пользуетесь, но все-таки у нас состояние кожи меняется, и, допустим, сейчас у вас кожа очень сухая, может быть, даже она еще и шелушится. Как можно сделать так, чтобы тональный крем не был незаметен на лице, и при этом, может быть, убрать еще излишки, и если есть шелушение, чтобы это было максимально незаметно? Вы наносите тональный крем, нанесли его на лицо, и видите, что он смотрится несовершенно, то есть не хватает какой-то вот прямо идеальности, поэтому как можно быстренько решить эту задачу. Вы берете спрей для лица, это может быть фиксатор для макияжа, это может быть термальная вода, увлажняющая вода, гидролат, грубо говоря, это может быть любое средство, увлажняющее для лица, которое будет в виде спрея. Вы наносите прямо на макияж, прыскаете на лицо, такой легкий душ, за счет того, что вы прыскнули, соответственно, образуется такой как бы влага, конденсат на лице, берете спонжик, желательно, чтобы это была латексная губка, а не спонжик, как, например, в пудре, и промакиваете, движения должны быть обязательно вот такие вот аппликативные, то есть вы как будто бы те чешуйки, которые стали заметны, хотите их немножко приклеить. Сделали один раз, смотрите, как у вас результат, если уже намного лучше, замечательно, если все-таки еще где-то осталось шелушение, дублируйте, второй распрыскайте, и еще раз проходите спонжем чистым, но при этом он может быть также, другой вариант, если у вас нет спрея, смоченной водой, то есть он должен быть достаточно хорошо влажный, отжать, и затем уже влажным спонжем тоже можно вот таким вот образом приклеить те чешуйки, которые есть, если, например, на данный момент их, ну, никак не убрать. Вообще, в идеале, воспользоваться энзимной пудрой. Это такая пудра, которая очень хорошо растворяет вот этот ороговевший внешний слой кожи. Таким образом, после того, как вы умылись этой пудрой, это необычная пудра, это пудра именно для умывания, она в виде порошка. Вы ее сыпаете на ладошки мокрые, немножечко вспенили, и потом наносите на лицо 15 секунд, помассировали вот так вот нежненько, и у вас лечика просто полированная кожа, сияет здоровьем, и нету никаких шелушений. Даже если они есть, следующий шаг – это влажный спонж на тональный крем, и таким образом у вас получится очень гладкая, ровная кожа, и как раз будет эффект свечения. Если вам все-таки нужна пудра, и для фиксации, или вы хотите сделать все-таки Т-зону более матовой, вы берете пудру и наносите ее не той пуховкой, которая есть, и не с кисточкой, потому что любая кисть движение в сторону, все как раз чешуйки опять поднимет. Поэтому вы берете опять спонж, он может быть сухой или также влажный, только нужно его очень хорошо отжать, набираете спонжиком пудру, как обычно, и тоже движение делаете, только вот такие аппликативные. И даже если у вас есть чешуйки, вы таким образом тоже их пригладите, ни в коем случае не делайте движение в сторону. Как только сделаете движение в сторону, ничего не получится. Все, немножко по центру припудрили, и у вас будет отличный результат. На все лицо припудривать не обязательно, если у вас кожа сухая, если у вас кожа комбинированная, вы можете, но при этом еще шелушиться, то вы можете пудру нанести на все лицо. И вот эти действия вы можете повторять в течение дня для того, чтобы освежить макияж, сделать более совершенную кожу, там один-два раза, этого достаточно. Вот такие вот коротенькие советы, которые очень практичны, я буду выкладывать и в телеграм-канале, и вконтакте, и на ютубе, но мало ли что может быть, поэтому, чтобы нам не потеряться, переходите, пожалуйста, под этим видео, есть ссылка на все мои соцсети, и увидимся с вами в следующем ролике. До новых встреч!